В Краснодаре состоялся первый съезд Союза казачьей молодежи, на котором воспитанники кадетских корпусов, школ, казачьих спортивных клубов, студенты подвели итоги своей двухлетней деятельности, а также обсудили стратегии дальнейшего развития молодежного казачьего движения на Кубани. В мероприятии принимала участие делегация из Славянского района. Союз казачьей молодежи Кубани был создан в 2017 году. Сегодня он объединяет порядка 95 тысяч человек – воспитанников кадетских корпусов, школ, казачьих спортивных клубов, студентов. Казачья молодежь живет активной общественной гражданской и культурной жизнью, принимая участие в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы, спортивных состязаниях, культурных фестивалях. Помогают одиноким старикам и ведут шества над детьми с проблемами здоровья и теми, кто рано потерял родителей. Особенно гордятся казачата тем, что наряду со взрослыми опытными казаками принимают участие в поминовениях в параде казачьих войсковых обществ. Самым главным результатом работы казачьей молодежи, отметил в своем докладе председатель Союза казачьей молодежи Кубани Александр Агибалов, является духовная и нравственная связь поколений, которая никогда не должна быть прервана. Это воспитание подрастающей молодежи в духе православных казачьих традиций во имя служения родине, во имя созидания крепких основ государства, в котором нам предстоит строить свое будущее. Нынешняя молодежь – это та самая связующая нить между героическим прошлым, нашим настоящим и светлым будущим. Важно напитать этих ребят казачьей идеологией, нашей идеей. Ведь именно им в совсем недалеком будущем предстоит вести нашу Кубань вперед. Наши участники стараются быть полезными своему отечеству, ухаживают за детскими домами, домами престарелыми, ухаживают за памятниками, оказывают посильную помощь нуждающимся семьям и пожилым людям. В стаде нашего движения мы привыкли называть такую деятельность добрыми делами. За прошедший год в рамках нашей добровольческой кировой акции во имя Кубани прошло более 5000 таких добрых дел. В первом слёте Союза казачьей молодёжи приняли участие глава региона Вениамин Кондратьев, заместитель министра просвещения России Ирина Потехина и вице-губернаторы, представители духовенства сферы образования региона. В своём выступлении губернатор Кубани подчеркнул, что Союз кубанской молодёжи создавался не для формы. Это та ступень, которая позволит ребятам состояться, развивать край и казачество, стать членами одной большой семьи, следовать принципам жизни своего народа, быть активными, приходить на помощь. Собственным примером повести за собой других ребят. Я верю, что у нас всё получится. Я верю, что вы те, кто сможете достойно пронести славу своего народу. И мы сегодня гордимся нашим поколением, нашими предками. Я уверен, что уже ваши потомки, наши потомки тоже будут вами гордиться. Региональное министерство образования, науки и молодёжной политики активно сотрудничает с Союзом казачьей молодёжи. Системно проводятся мероприятия по развитию казачьего образования на Кубани. Создана обширная сеть казачьих классов, которая насчитывает сейчас более 4,5 тысяч классов школ с региональным статусом, в которых сегодня обучается 82 тысячи ребят, ещё тысяча в кадетских корпусах. Ежегодными стали краевые конкурсы «Лучший казачий класс», «Лучшая казачья школа», «Лучший казачий кадетский корпус». Результаты впервые проведённого в 2018 году казачьего диктанта на знание истории, традиции, обычаев кубанского казачества, в котором приняли участие около 22 тысяч человек, показали – родная история для казачат – не пустой звук. Служу Российской Федерации и Кубанскому казачеству! Анна Монасыренко, Георгий Калинин, программа «События».